МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Круче всех, то самое чувство, когда ты на волне. То самое чувство, когда ты круче всех, круче всех. У тебя все получится. Помоги! Привет! О, крепкая у тебя рука такая. Виталий, ну, все-таки давай определимся, что у тебя лучше получается. Игра на флейте или стоять на воротах? И то, и другое. Сколько у тебя наград у твоей футбольной команды? 22 награды. А сколько у тебя наград за выступление с флейтой? Не поверите, но 22. Виталик, тогда давай попробуем следующий аттракцион. Я стою на воротах, отбиваю мячи и играю на флейте. Ты меня этому научишь. Можно? Можно, но хороший вратарь должен концентрироваться на игре, слушать тренера и помогать игрокам в поле. А если ты будешь стоять на воротах, я буду тебе пробивать мячи, и ты при этом будешь мне что-то там задорное играть на флейте? Такой вариант? Возможно, но когда играешь на флейте, тоже нужно сосредоточиться на игре на флейте и не отвлекаться. Есть еще один вариант. Пусть нас судьба рассудит. У меня есть монетка. Орел, решка. Ты знаешь, как это работает. Смотри, условие следующее. Если выпадает орел, ты проводишь мне футбольную вратарскую тренировку, да? Да. Если выпадает решка, ты меня учишь играть гаммы на флейте. Хорошо. Договорились? Да. Украинская академическая музыка может вздохнуть спокойно. У нас с Виталиком впереди вратарская тренировка. Я иду разминаться, готовиться к тренировке. А ты к Андрею Данилевичу выясняешь, что ему больше по духу, классическая музыка или игра в футбол. Хорошо? Хорошо. Давай. Давай. Виталий, очень рад с тобой познакомиться. И раз уже про футбол ты будешь разговаривать с Даманским, давай с тобой поговорим об этом замечательном музыкальном инструменте. Традиционный вопрос. С чего все началось? Вот с этого. Узнали? Браво! Я увидел ролик, когда играли на непонятном мне инструменте эту мелодию из Феррата в Карибском море. И сказал маме, что я хочу заниматься на дудке, так как не знал, как называется этот инструмент. Я так понимаю, не вы, Виталика, а он вас повел в музыкальную школу, да? Была цель предложить максимально разнообразные увлечения, но в ответ услышали утвердительное, что это будет дудка. Ну, а наша задача была, как родителей, просто разузнать и поддержать его в том увлечении, которое он себе выбрал. А чем она тебя вообще привлекла? Почему именно такой музыкальный инструмент? Она меня привлекла своим красивым звуком. А можешь меня научить? Да. Принесите, пожалуйста, музыкальный инструмент. Это моя первая флейта. Твоя первая флейта. На ней ты учился играть, да? Да. Так. Понадобится вот эта часть. Здесь хорошая дыхательная система нужна, да? Да. Большие, легкие. Нужно выталкивать воздух диафрагмой. С чего мне начинать? Ставить губы на удлиненную часть, так, чтобы слегка закрывалось отверстие. И тонким потоком воздуха направлять в дырку, не заворачивая к себе. Может, она старенькая какая-то, нерабочая? Почему у меня не получается, что я не так делаю? Я учился неделю, чтобы извлечь звук. Фу, нет, я должен это сделать. О-о-о! Класс! Слушай, ну это... Не так уж и просто, как мне казалось. Если играть на флейте, ты начал благодаря фильму «Пираты Карибского моря», то к футболу ты как пришел? Мы с мамой выбирали секцию, спортивную секцию, на которой заниматься. Ни в какую секцию не брали с пяти лет. Единственная секция, куда брали, это был футбол. Но команда седьмого года моего еще не набралась, и я занимался с командой шестого года. Они любили играть в поле, из-за этого меня оставили на воротах, и так сложилась судьба на воротах. Спасаю в опасных моментах команду. Есть любимый футболист? Андрей Пятов. Он намного лучше отбивает выходы один на один, входит в топы. Он очень хорошо ставит стенку, на штрафных он очень редко пропускает. И умеет правильно мотивировать игроков. Быстро переключайся с музыки на футбол. Молодец. По дому какие-то обязанности есть? Да, я убираю свою комнату, мою посуду по пятницам и готовлю завтраки. Молодец какой! А что на завтрак? Что ты подаешь? Или овсянку, или омлет, или салаты. А продукты сам закупаешь? Нет, потому что маме список, она покупает, и я готовлю. Как ты думаешь, девчонкам кто может понравиться больше? Футболист или музыкант, который играет на флейте? Девчонкам моего возраста. Скорее всего, футболисты. Девчонкам нравятся герои. Ну а в том, что ты настоящий герой, мы сможем сейчас убедиться на этой сцене. Давай поприветствую моего коллегу Андрея Доманского. Ну что, Виталий Дмитрохов, я мечтаю с тобой потренироваться. Ты переодеваешься и возвращаешься сюда, мы начинаем тренировку. Хорошо. Опа! Нарядненько! Скажи мне, пожалуйста, Виталик, у тебя есть заветное желание? Да. Заветное, заветное есть. Не озвучивай какое. Ты же знаешь, чтобы желание сбылось, нужно встать между двумя Андреями, да? Один Андрей есть. Второй Андрей. Это не Андрей Данилевич. Друзья, я попрошу вас приготовить самые громкие аплодисменты. На нашей тренировке появляется кумир Виталия, вратарь сборной Украины по футболу Андрей Пятов! Во! Привет! Видишь, как желание? Привет, привет, привет! Игра называется «Честное пенальти». Я буду рефери. Андрей Пятов бьет. Виталик стоит на воротах. Если Виталик пропускает мяч, Андрей Пятов задает Виталику вопрос. Если происходит наоборот, ну, Виталик берет мяч, это означает, что у Виталика есть возможность задать вопрос Андрею Пятову. Вот такая игра называется «Честное пенальти». И самое главное, отвечать на вопросы честно, не кривя душой. Приготовились. Давайте. Поехали! И, соответственно, Виталик задает вопрос. Если бы футбола не было в вашей жизни, кем бы вы стали? У меня отец водитель. Наверное, пошел бы по его стопам. Дальнобойщиком, да? Да, да. Ну, это так, мысли. Я машины люблю. АПЛОДИСМЕНТЫ И есть, Виталик! И Андрей Пятов задает вопрос. Ну, я знаю, что ты занимаешься еще флейтой, и в будущем тебе все равно придется выбор делать. На что будет пал твой выбор? Мне кажется, что мне легче бросить школу, чем одной из этих. Это так все футболисты говорят. Родители в шоке. Продолжим «Честное пенальти». Сосредоточились. Сосредоточились. И есть, отбили. Какой, по вашему мнению, лучший завтрак для футболиста? Я думаю, это овсянка, наверное, все-таки. Она и калорийная, и углеводов больше. Позволяет бодро начать утро. Андрей, пару мотивирующих слов для Виталика. Ну, хочу ему пожелать, чтобы он добился тех целей, которые поставил. Не обязательно это может быть футбол. Главное работать и не отступать от своей мечты, не на шаг. Здорово. Виталий Дмитроков показал себя отличным вратарем, превосходным спортивным журналистом. А сейчас мы вместе с нашими зрителями увидим и услышим, как ты играешь на флейте. Психологи утверждают, чем больше хобби у вашего ребенка, тем успешнее и счастливее он вырастет. Главное, чтобы эти увлечения ему по-настоящему нравились. Впервые на сцене круче всех. Солонов лейте от обладателя Гран-при международных и всеукраинских фестивалей. И футбольного вратаря Виталия Дмитракова. Солонов лейте от обладателя Гран-при международных и всеукраинских фестивалей. Солонов лейте от обладателя Гран-при международных и всеукраинских фестивалей. Солонов лейте от обладателя Гран-при международных и всеукраинских фестивалей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok